Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Я жаду, что нет Иллах, я жаду, что Мухаммад, Расулу Аллах, хайя на салах, хайя на фалах, когда каймати салату, когда каймати салах. Это история об одном интересном человеке. Человеке с большой и открытой душой, о его любви. Любви к отчизне, к окружающим людям, к той стране, которая стала для него второй родиной, дала ему семью, любимую работу и возможность служить Всевышнему. Этого человека зовут Салман. Он чеченец. Чеченцы – один из древнейших народов мира. На Северном Кавказе это самый крупный этнос, свыше одного миллиона человек. История Чечни – это непрекращающаяся борьба против внешних врагов за свободу и независимость. Сегодня Чеченскую республику по праву можно назвать культурным центром всего Северного Кавказа. А ее столицу – город Грозный, стремительно развивающимся оазисом интеллектуальной и духовной жизни. Самой большой мечечью в России с поэтическим названием «Сердце Чечни». Драматические события 40-х годов XX века. Депортация чеченского народа в отдаленные уголки Советского Союза. В Узбекистане в обычной рабочей семье родился ребенок. Маленький Салман еще не знает, что впереди его ждет возвращение на свою историческую родину, учеба в университете города Грозного и далекая Украина, которая станет для него второй родиной. После окончания школы Салман возвращается в Чечню. Ему, тогда еще ребенку, казалось, что это навсегда. Но судьба порой преподносит нам неожиданные сюрпризы. Тогда, в 70-е, как и все юноши, Салман был призван в ряды вооруженных сил Советской Армии. Так сложилась судьба, что службу он нес именно на Украине, в городе Донецке. Тогда еще никто не мог представить, как круто изменится мир, а вместе с ним и жизнь миллионов людей. В то время все еще жили единой многонациональной социалистической семьей. После службы в армии и работы учителем математики в Чечне, жизнь забрасывает Салмана в один из украинских городов. Здесь, в Белой Церкви, он пускает свои корни глубоко в украинскую землю. Уважая культуру и местные обычаи, Салман при этом не забывает историческую родину, хранит свои национальные традиции. На Украине я, если посчитать, с 84-го года уже 29-й год. У каждого человека в жизни приходит момент, когда он встречает свою вторую половинку. Свою половинку Салман встретил на работе. Людмила была настоящей украинкой. Красивая, умная, умеющая вкусно готовить. Что еще нужно для настоящего кавказца? Я работал главным инженером вычислительного центра, потом начальником, а Людмила работала там оператором электронных вычислительных машин. Так вот познакомились и поженились. В скором времени у супругов родился сын. Счастливы были все, но особенно папа. Людмила поделилась воспоминаниями об этом незабываемом моменте. Бог это так послал нам сына. Он очень хотел сына. Вот и еще когда была в роддом, уже пошла, был такой договор у нас, что если сын родится, то может больше уже детей. А если дочка, то обязательно будем родить сына. И так получилось, что родился у нас сын. Сын Ахмад пошел по стопам отца. Успешно окончил институт по специальности информационные технологии. Сейчас живет и работает в Киеве. А по выходным приезжает к родителям в Белую Церковь. Родители сумели привить сыну любовь, честность, порядочность. Все то, что несут в себе. Каждый день у Салмана Аюбовича насыщен общественной работой. Он является председателем правления Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа». Я никогда не ожидал, что мне придется работать на этой должности. Я абсолютно, ну как вам сказать, мне в голову не могло прийти, что мне кто-то предложит эту должность. Я считал, что на этой должности должен быть человек, который имеет определенный вес в обществе, определенное материальное благосостояние. Чтобы везде успеть, необходим четкий распорядок, говорит Салман. Подъем на утренний намаз, затем легкий завтрак и на маршрутном такси в Киев на работу. Салман очень скромен к быту. Он пользуется общественным транспортом. Салман Садаев, как председатель правления общественной организации, Диаспора чеченского народа, считает одной из приоритетных целей в работе донести до украинцев правдивую информацию, что чеченец – это не только человек с ружьем или человек-воин, а народ, имеющий богатую историю, культурные и духовные ценности. Пример тому – недавно прошедший в Киеве фестиваль украинско-чеченской дружбы «От Днепра до Терека», который был успешно проведен благодаря по тесному сотрудничеству Диаспоры с Международной общественной организацией «Интернациональный союз». Салман Аюбович – частый гость в «Интернациональном союзе». Эта общественная организация оказывает юридическую, правовую и адаптационную поддержку представителям малых народностей в Украине. Сбылась давняя мечта Салмана. Открылась воскресная школа в городе Киеве. Он называет ее своим детищем. Цель школы – изучение языка, истории и традиций чеченского народа. Основная наша цель – это научить чеченцев чеченскому языку, законам, традициям, истории, литературе, искусству. То есть какие-то понятия дать по этим вопросам. Но это не говорит о том, что эта школа функционирует только для чеченцев. Мы приглашаем всех, кто интересуется языком, историей, культурой Чечни. Приглашаем всех приходить, получать эти знания. Все желающие могут посещать не только воскресную школу, а также и научиться танцевать. Салман говорит, что танец является необходимым элементом культуры чеченца. А каждый чеченец должен уметь хорошо танцевать. Тем не менее, школу танцев посещают не только чеченцы, а и представители других народностей. В Украине общественная организация диаспора чеченского народа за последние годы стала добрым примером порядочности. Через культурную и общественную деятельность диаспора сумела показать украинцам позитивное лицо настоящих чеченцев. Например, в городе Белая Церковь сложились добрые отношения мусульманской общины с администрацией города. У меня очень хорошее отношение с представителями городской власти, и в особенности я хочу подчеркнуть с мэром города. Он меня всегда принимает, всегда выслушает, всегда чем может, поможет. Уважение и признание, которое имеет Салман на официальном уровне, это годы усердной и честной работы. У нас более 100 национальных обществ Белой Церкви, но процентов 80 из них, это формальные, они просто на бумаге числятся, вот и все. Есть уставы этих обществ, и не более. Так как раз Салман, он очень последовательный в своей работе и очень конструктивен. И поэтому он пользуется большим уважением в городе, не только среди членов его общества, а и среди многочисленных друзей, коллег по работе. Поэтому я хотел бы сказать, что только благодарен тому случаю, когда он появился в нашем городе. Он очень органично вписался в жизнь этого города. И я скажу, не то, что вписался, а он сегодня есть одним из уважаемых людей, которые работают в Белой Церкви, и он достойно представляет свою общину. В пятницу и воскресенье Салман Садаев весь день посвящает духовной деятельности в Белой Церкви, проводит религиозные уроки для местных мусульман, помогает решать их проблемы не на словах, а на деле. Иногда меня называют имамом Белой Церкви, но это слишком громко сказано. Я считаю, что я пока временно исполняю обязанности имама Белой Церкви. Каждую пятницу в молитвенном доме проводится обязательный намаз для мужчин-мусульман. Собрания посещают люди разных национальностей. Среди них турки-мисхитинцы, азербайджанцы, чеченцы, узбеки, татары и украинцы. Многонациональную мусульманскую общину объединяет вера в единого Бога. Кто хочет иметь благоденствие на том свете, пусть умножает свои благие дела, и за их дела им воздастся на том свете. Побывав в гостях в семье Садаевых, нашу съемочную группу приятно удивило радушие и открытое сердце Салмана и его супруги Людмилы. Познакомившись ближе с Салманом Аюбовичем, наше мнение о чеченцах поменялось. Мы увидели, что позитивный имидж человека чести – это не обязанность, а стиль жизни Салмана. Да, мне приходилось сталкиваться иногда с людьми, которые были плохого мнения о чеченцах, и пообщавшись со мной, я чувствовал, что люди начали менять свою точку зрения об этом народе. Каждый год Салман посещает свою историческую родину, навещает родных и близких. Говорит, что для него поездки в Чечню – это как подзарядка духовной энергии. Посещаю обязательно ту школу, где я работал, свое родное село, посещаю родственников в других селах. Приезжая в очередной раз в Грозный, Салман говорит, что все время попадает как будто в новый город. Строительство жилых домов, культурных и духовных центров продвигается бурными темпами. Грозный все больше преобразуется в цветущий оазис Северного Кавказа. Почти не осталось зданий, напоминающих о войне. Я очень помню и очень тоскую по Старому Грозному, который был. Очень зеленый город, очень уютный, очень красивый. Почти 30 лет Салман живет в Белой Церкви. Украина стала для него второй родиной. Он очень любит наш украинский борщ и может разговаривать на украинском языке. Иногда в быту размавляю украинскую мову и спеваю песни украинские. Но вот сейчас я бы не рискнул бы это сделать на камеру. Но в общем-то мне нравится и украинская мова. Так все-таки может ли чеченец стать достойным членом украинского общества? На самом деле на примере жизни Салмана Садаева мы видим, что не имеет значения какой национальности человек и на каком языке он разговаривает. Важно то, что он говорит, что делает и как поступает. Какой мир он создает вокруг себя. Чем заполняет пространство Вселенной? Любовью или ненавистью? Добром или злом? Только человек с открытой душой, прошедший через многие жизненные трудности и не потерявший совесть и веру в Бога, может так искренне и бескорыстно служить людям. Этим человеком и есть герой нашей истории Салман Аюбович Садаев. Если бы я не любил Украину, я бы здесь не жил. Я действительно люблю Украину. Мне нравится и Украина, и украинцы, и украинки, и природа. Мне все здесь нравится. Несмотря на разные мнения людей о чеченском народе, мы видим явный пример того, как человек кавказской национальности смог сохранить свои корни, духовные традиции и при этом стать полноценным членом украинского общества. Не имеет значения, в какой уголок земли вас забросила судьба. Всегда храните в сердце любовь к людям, которых вы встречаете на своем пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok